Дорогие коллеги, я рада с вами в нашем песне снова поздороваться и сообщить вам, что у нас будет уникальный семинар по функциональным сколиозам. Вы знаете, что асимметрия осанки – это бич населения, начиная от молодого возраста, окончая взрослым населением. И каждый специалист, пытаясь бороться со сколиозом, предлагает свои методики. Но, к сожалению, они все направлены на тонусно-силовой дисбаланс самих мышц. И не учитывается влияние на мышцы ни внутренних органов, ни родовых травм, ни интоксикации, ни связочных нарушений, ни внутрикосных деформаций. И поэтому очень часто результат лечения бывает плачевный. На этом семинаре мы познакомимся с семи вариантами причин формирования мышечно-тонического сколиоза. Хотя клиника и внешний вид сколиоза будут абсолютно одинаковы, но причины могут быть разные. Мы с вами обладаем, как работать с помощью крайне сакральной терапии, обосновали функциональный сколиоз. Как работать с помощью висцеральной терапии, работать на твердой мозговой оболочке, на внутренних органах, устраняя спазмы верхней брюжеечной артерии. Мы с вами проработаем грудо-брюшную диафрагму, потому что ребенок, который рождается, первое двигательное движение, которое он совершает, это вдох. И если он родился кесаревым сечением и не произвел правильно вдох, он не может его правильно произнести на протяжении всей своей жизни. И вы же понимаете, это компрессия верхнего поясничного сплетения, это грыжа пищеводного отверстия, это компрессия блуждающего нерва, это результат панических атаки, повышенно возбужденные дети или дети с рефлексом паралича при страхе. Этот семинар объединяет очень много техник, технологий и методик в единое целое, в котором мышечно-тонический сколиоз выступает как маркер общего неблагополучия организма. И понять причину, или воспалительный процесс в органах малого таза, или дисфункция толстого кишечника, или спаечный процесс послеоперационного воздействия, или родовая травма с отдаленными последствиями, очень трудно без методов прикладной кинезиологии. Поэтому мы ждем специалистов разных направлений, от неонатологов до геронтологов, потому что очень часто сколиоз, которые проявляются в пожилом возрасте, это результат патологической активности примитивных рефлексов, когда рефлексы со стороны на одной стороне тулыща повышенно возбудимы, а на другой стороне ослаблены. И таких людей надо совершенно по-другому лечить. Друзья мои, наступило такое время, когда мы должны с большим вниманием отнестись к телу пациента, к его рефлексам, потому что все, что в человеке происходит, это результат рефлексов. И как мы умеем эти рефлексы оценить, как мы сможем правильно понять, на что они реагируют, так мы можем правильно помочь человеку восстановить свое здоровье. Не забывайте, что наша цель не излечить болезни, наша цель восстановить здоровье, а это совсем другая песня и совсем другой результат вашего воздействия. Очень ждем вас. Пожалуйста, приготовьтесь, посмотрите видеоматериалы предыдущих семинаров, посмотрите методические рекомендации, чтобы вы приехали с как можно большим багажом теоретических материалов. И я для всех вас вышлю при цикловую подготовку. По ней вы должны подготовиться, потому что основным маркером отличия сколиозов будет визуальная диагностика. Чтобы это увидеть на людях, вы должны увидеть это на картинках, которые я вам пришлю. И вы должны уметь распознать, какая мышца укорочена, какая расслаблена, какая причина сколиоза, не касаясь руками человека. Чтобы сделать как можно быстрее диагноз, провести как можно более эффективное лечение за более короткий срок.